Сорваны крыши, повалены деревья, заборы и мусорные баки посреди проезжей части. В минувший выходной сильный ветер принес мячам сразу несколько неприятных сюрпризов. Соцсети завалены сообщениями о последствиях шквала. Ольга Качкурова расскажет подробнее. Больше всего, кажется, не повезло жильцам общежития на 5-й корне 63-б. Старый тополь рухнул прямо на здание. Ветки пробили окна сразу в нескольких квартирах. Жильцы дома утверждают, что не раз обращались к коммунальщикам с просьбой спилить сухостой. Но реакции не было. Зато устранить ЧП управляющая компания пообещала. Дерево, в принципе, стояло не в зоне ответственности управляющей компанией, стояло на муниципальной территории. Мы поможем людям, восстановим окна. Впрочем, в понедельник утром жильцы были вынуждены уйти на работу, оставив квартиры с разбитыми окнами. На улице 10 лет октября на проезжую часть вынесла мусорные контейнеры. Водителю «Газели» чудом удалось избежать столкновения. На улице Малунцево с крыши ветром сорвало металлический профнастил. К счастью, никто не пострадал, хотя для случайного прохожего все могло закончиться больничной койкой. По мнению местных жителей, крышу унесло из-за некачественного капремонта. И это не первый такой случай, утверждают очевидцы. В прошлом году ее делали. Делали здесь вообще непонятно, кто и как. В прошлом году у них отводилось кустов штукатурки, и одна женщина тоже чуть не пострадала. То есть отводилось пол дома здесь. И никаких действий никто не сделал. А для кого-то сильный ветер не стал неприятностью. А даже напротив. Так находчивый амич воспользовался сильным ветром и занялся кайтсерфингом на РТШ. А по оценкам синоптиков, никакого урагана в Омске не было. Сила ветра не превышала 17 метров в секунду. Ураган Леня в 2014 году был почти вдвое сильнее. Он прошел над Омском со скоростью 30 метров в секунду. Тогда, напомню, без пострадавших не обошлось. А одна из них, женщина, которой на голову упала часть кровли аптеки, через суд взыскалась предпринимателя. 403 тысячи рублей. Ольга Качкурова, Антон Щетинин. Новости здесь, Омск.